Во всех текстах, которые мы посмотрели, ярко видны последствия действия, описанного с помощью перфекта. Но в основном последствия выражены окружающим контекстом. Мы из окружающего контекста понимаем, в чем значимость того, что произошло, а само слово в перфекте подчеркивает завершенность и законченность. Ну и иногда, когда пытаются классифицировать употребление перфекта, таких перфектов говорят как о завершительных, то есть дело завершено. Ну и потом мы с контекстом смотрим, какие последствия. Есть другие варианты употребления перфекта, когда уже даже не столько окружающий контекст, когда само слово в перфекте подчеркивает имеющиеся на момент речи результаты. И давайте мы с вами тоже несколько примеров посмотрим. Ну, самый яркий, часто встречающийся пример – это использование глагола графа в перфекте. Опять же, из послания к римлянам мы посмотрим пример, но таких текстов в Новом Завете достаточно большое количество, а в римлянах это 3,10. Как написано «Нет праведного ни одного». Когда Писание Ветхого Завета цитируется в Новом Завете, «геграптай» – самое часто встречающееся слово – написано. С одной стороны, конечно же, да, в прошлом дело завершено. Когда-то ветхозаветные пророки писали и написали, есть написанный текст. Но использование перфекта здесь важно не потому, что есть когда-то написанный текст, и использование перфекта важно не для того, чтобы подчеркнуть завершенность того, что писали и дописали, а именно показывает, что текст есть в данный момент. Он у нас, он актуален, он значим, мы им руководствуемся, мы на основании него принимаем решение. В данном случае вот такие вот перфекты называют результативными. Это само слово в перфекте подчеркивает имеющийся у нас результат написан. Ну, давайте еще просто пару примеров результативных перфектов. Например, в самом начале Евангелия от Матфея, когда звучит проповедь о Царстве Божьем, третья глава, второй стих, это проповедь Иоанна Крестителя, который говорил. «Метонуэйте энгикен гахэ босилэ тон урано». «Покайтесь, ибо...» Вот слово «энгикен» — это перфект. «Ибо близко Царство Небесное». Ну, мы говорим, приблизилось Царство Небесное, но глагол «приближаться», и какое-то приближение Царства случилось, но важно даже не вот это вот случившееся приближение Царства, а сложившееся состояние. Вот сейчас, прямо сейчас, Царство близко. Поэтому «приблизилось», «уже приблизилось» или «просто близко». Когда вы переводите перфект на русский язык, как раз первое, что мы должны сделать, это ответить на вопрос, зачем автор вообще употребляет перфект, что он пытается подчеркнуть, а во-вторых, вот найти какую-то русскую конструкцию, выражающую ту же саму мысль. «Приблизилось Царство Небесное», ну или даже «уже приблизилось Царство Небесное», чтобы подчеркнуть вот эту вот нынешнюю актуальность, нынешнее состояние. Либо даже, как во многих переводах, «близко Царство Небесное». «Близко» — это даже не глагол, это другая форма, но зато она подчеркивает состояние, ну и в русском языке, может быть, чуть лучше передает вот эту же самую идею. Ну и еще из таких вот результативных перфектов, ну, например, Евангелие от Луки, тринадцатая глава, двенадцатый стих. Это когда Иисус женщину в субботу исцеляет, не все просто с исцелением субботы, вы помните, но вот сейчас вот сам этот момент. Увидев же ее, Иисус подозвал и сказал ей, «Грай», «женщина». «Опылесай тез астенеяс сум». «Свободно ты от болезни твоей». А вот, дело завершено, да, процесс освобождения женщины от болезни произошел, но даже уже важно не то, столько завершенно сделать, сколько то, что женщина сдобована, свободна от болезни. И перфект, в данном случае, подчеркивает это состояние свободности. Ну, или еще, если не с болезнью, а, например, с грехами, тоже у вас в учебнике цитируется Евангелие от Луки, то же самое, пятая глава, двадцатый стих. «Кай и Донтен пистен ауратон эйпен». «И, увидев веру их, сказал». Это помните, когда четыре друга приносят своего парализованного товарища, там, кровлю дома проломили, опустили его, вот, и Иисус вот видит веру, и, увидев веру, их сказал, «Антропер, афе онтай сой хой хамартай псун». Человек, «Прищены тебе грехи твои». Опять же, вот, ну, как-то, есть какой-то процесс завершенной прощения, и вот сейчас он нахолодится в состоянии прощенности, и вот это состояние прощенности грехов подчеркивается перфектом. Так что, перфект описывает завершенное действие, помните, «Воскрес Иисус», «На кресте дело завершено», или «Ученики апостола рассмотрели все связанное с Иисусом», или «Земное служение Павла закончено», или «Любовь излита», то есть вот завершенное действие, и потом из контекста мы видим, да, у этого есть последствия. Либо перфект сразу описывает последствия, «Царство близко», «Свобода дарована», «Грехи прощены», «Писание написано и есть у нас». И вот это вот смещение в перфекте от завершенности в прошлом к актуальности в настоящем зачастую приводит к тому, что многие перфекты просто переводятся настоящими временами, чем-то похожи на глаголы настоящего времени. Но давайте мы посмотрим сначала Евангелие Иоанна 1 главу 26 стих. Там, кстати, встретится хорошо знакомый нам перфект оида. Мы когда изучали этот глагол, мы его просто изучили среди многих других глаголов, и было сказано, а оида всегда перфект. И всегда мы его переводили глаголом «знаю». Так вот, как раз это такое, ну, просто можно даже просто сказать, чтобы я что-то знал, когда-то в прошлом должен быть завершившийся процесс узнавания. Я познакомился с информацией, и я теперь знаю. И если уж с помощью перфекта описывать знания, то вот то, что познакомился с информацией одно, ну, вот важно вот это текущее состояние, и поэтому другие формы, то есть не перфект от оида, они там вышли из употребления. Ну, они на самом деле есть в будущее время, есть в том перфект, мы с вами даже чуть-чуть касались этих форм, но я имею в виду там настоящее время, например, от оида, вышло из употребления, а просто осталось перфектное. Узнал, конечно, когда-то, но теперь-то я знаю, и перфект хорошо вот это знаю описывать. Ну, давайте на конкретном примере посмотрим, 26 стих. Опять же, речь идет про служение Иоанна Крестителя, и вот он говорит «Абакрите аутоисху Иоанна слегон». Ответил им Иоанн, говоря «Эгу, баптизу анхудоте, мэсус хэмон хэстэкен, хэмэйсук ойдате». Я крещу водой среди вас. Хэстэкен – это перфект от глагола «стоять». И что обозначает перфект? Ну, то я встал, и встаю, да? И поэтому, хотя это глагол в перфекте, но переводится в настоящем времени. Среди вас стоит тот, которого вы не знаете. Ой, да тоже перфект. И опять же, я когда-то, конечно, узнал, но сейчас я знаю. Поэтому вот эта фраза «стоит, которого вы не знаете», здесь два перфекта, но оба они переводятся в настоящем времени. Ой, да всегда перфект, всегда переводится в настоящем временем. От глагола «стоять» хистомия, перфект тоже почти всегда переводится в настоящем временем. Ну, давайте еще какой-нибудь нам привычный глагол, тоже, чтобы перфект переводился в настоящем времени. Тоже давайте глагол «знаю», но только не ойда, а другой известный нам глагол, геноскоп. Евангелие Танна, 17 глава, 7 стих. И вот теперь можно перевести «Они узнали», и это слово в перфекте, сейчас на его обсуждение вернялся, что «все, что ты дал мне, от тебя есть». Ну, это Иисус говорит своим ученикам, и с одной стороны, конечно, прибыл какой-то момент в жизни учеников, когда это знание к ним пришло. Если бы нужно было сослаться просто на этот исторический момент прихода знания, то можно было бы воспользоваться элористом. Но перфект подчеркивает не просто то, что знание пришло, а то, что в данный момент они этим знанием обладают. Поэтому важно не какая-то прошлая составляющая, а вот нынешнее состояние. Они обладают знаниями, и поэтому можно, в принципе, перевести и знание. ныне знают они, что и так далее. Так что в таких контекстах вполне допустимо переводить перфект в настоящем времени. Итак, мы с вами посмотрели на многие случаи употребления перфекта. И вы понимаете, насколько разнообразно может перфект употребляться, и насколько разнообразно перфект может переводиться. Давайте попытаемся как-то систематизировать. Во-первых, мы должны разграничить перевод перфекта в действительном залоге и в страдательном залоге. Почему мы это делаем? Потому что я еще раз повторил, в страдательном залоге перфект переводить очень просто. Например, под глаголографу, перфект, гиггераптай, страдательного залога замечательно переводится кратким причастием написанным. Вот эти краткие страдательные причастия в русском языке как раз уже передают идею и завершенности и наличие какого-то там результата и состояния из этого проистекающего. Вот есть написано, построено, сделано и так далее. Поэтому если вы встретили перфект в страдательном залоге, просто переводите кратким страдательным причастием и все. Надо переводить написанным. не было написано, хотя вот там будет перфект с прошлым как-то связано, чтобы сместить в настоящее. Просто написано, построено, сделано, сказано. Как только вы привыкнете переводить перфект таким образом, то сострадательным залогом проблем никакой. Сложняет ситуация с действительным залогом. Нам как-то нужно подчеркнуть и завершенность, и последствия. Здесь возможно несколько вариантов. Зачастую контекста вполне достаточно для того, чтобы все это было подчеркнуто. То есть если контекст явно и прямо говорит и о действии, и о каких-то других действиях, ситуациях или обстоятельствах, проистекающих из этого действия, и контекстуально связь видна, то вы можете просто перевести прошедшим временем совершенного вида, и на основании контекста читатель всю необходимую информацию получит. Апостол Лан пишет «Мы увидели и свидетельствуем». В принципе, тот факт, что мы даже не подозреваем, что в греческом тексте здесь перфект, ни с коим образом нам не мешает осознать, что на основании того, что Ян увидел, он и произносит имеющиеся у него свидетельства. Так что здесь информации передаваемой достаточно. С другой стороны, перфект может подчеркивать какое-то сложившееся состояние, которое уже не передается глаголам прошедшего времени совершенного вида. Например, приблизилось царство небесное. По контексту тоже, кстати, вполне можно догадаться, что оно приблизилось и какие-то средства есть, но мы можем более ярко передать эту мысль, например, добавив слово уже приблизилось царство небесное. Или, например, встретили мы какой-нибудь перфект от глагола строить. Можно сказать я построил дом. Ну, построил дом, кто его знает, когда там это случилось и что все это значит, а я уже построил дом, подразумевает, что да, вот дом где-то здесь. Поэтому добавление слова уже в определенном случае бывает полезным для того, чтобы передать значимость перфекта. Ну, с другой стороны, в нескольких даже во многих текстах, где употребляется перфект, встретите слова типа уже, потому что значимая информация, она дублируется, и что-то дублируется с помощью грамматической формы перфекта, а с помощью других средств языка, поэтому, опять-таки, далеко не всегда на вас ложатся усилия что-то придумывать, зачастую достаточно честно это все перевести. Ну, и в каких-то случаях значимость состояния в настоящее время настолько велика завершенность в прошлом и вообще процесс в прошлом настолько отступает на второй план, что перфект может быть переведен глаголом настоящего времени. От глагола становиться перфект может переводиться просто глаголом стоять. Встал и стою, я уже встал, но я стою очень хороший перевод для перфекта от глагола становиться. Я знаю, зачастую очень хороший перевод для перфекта от глагола «узнавать». Будьте просто внимательны к видовой значимости перфекта, пробуйте прошедшее время совершенного вида, прошедшее время, например, с добавлением слова «уже», или в настоящее время пробуйте вот эти разные варианты, вслушивайтесь, сматывайтесь и смотрите, какой из вариантов с одной стороны хорошо передаст вот эту видовую значимость перфекта, а с другой стороны не перенесет в контекст чего-то лишнего. Вот это вот такое рассуждение сложное о переводе перфекта может пугать, но, во-первых, перфектов в тексте не так много. Это, с одной стороны, хорошая новость, с другой стороны, перфект всегда интересно переводить и очень часто он таким значимым, богословски значимым текстом употребляется, поэтому за перфектами как толкователем в определенном смысле даже должны охотиться. С другой стороны, очень часто структуры оригинального контекста достаточно, так что даже если вы просто пословно все переведете, просто переведете перфект к богословски совершенного вида, вот эта и результативность, и все остальное уже ясно видны из контекста, и вам никаких специальных усилий прикладывать не придется, и только несколько-несколько случаев встретятся вам в работе с Новым Заветом, когда действительно вам придется проявить творчество и смекалку для того, чтобы хорошо передать значимость перфекта на русском языке.